Подожди. Еще раз. Жди, жди пока. На очистку крыш промышленные альпинисты выходят с рацией. Команду выдержать паузу подает напарник снизу. Из подъезда то и дело выходят люди. С самого начала января мы практически каждый день здесь и что-нибудь чистим. Снега сыпет много, его постоянно надо убирать. Но даже при всем желании это получается не всегда. Мешает транспорт во дворе. Жители этого дома еще вчера предупредили о том, что сегодня у них будут очищать кровлю. Но, как видим, далеко не все из них убрали припаркованные во дворе автомобили. Хозяев чаще всего не найти. И получается, что большую часть времени занимает как раз проблема их разогнать. С проблемой сталкиваются и в новых жилых комплексах, и в старых городских дворах. Здесь, правда, еще одна головная боль. Несанкционированные козырьки балконов. По закону очищать их должны сами жители. Но об этом, видимо, знают не все. За примером далеко ходить не нужно. Улица Латышских Стрелков. Снежные шапки нависают прямо над тротуаром. Чистим мы не оставляем. Это все равно опасно оставлять. Все равно нас будут винить. Столь бдительные мастера есть не везде. До некоторых домов альпинисты пока и вовсе не добрались. Поэтому, чтобы не попасть в больницу, лучше обходить опасные места. Очень опасно. Тем более, вот здесь у нас гимназия. Детишки иногда вроде и сделают ограждение. Все равно они пытаются проскочить. И все время, даже сама иногда кликают. Куда ты идешь? В ближайшую неделю температура днем местами поднимется до плюс четырех. Ночью по-прежнему морозно. В среднем до минус десяти. В четверг снова выпадет снег. Ожидается и метель. Такие перепады температур провоцируют сход наледи. В дневные часы, когда солнышко высокое уже, весеннее, и подтаивает хорошо. Есть, конечно, вероятность того, что вот эти вот огромные глыбы, льда, снега, то, что вот на крыше скопилось, они могут подтаивать и падать. 12 марта подобное уже случилось в Петрозаводске. Трагедия унесла жизнь мужчины, который стоял у подъезда. А чуть раньше от схода наледи с крыши погиб житель Башкирии. Юлия Гоглева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.